Самой популярной купюрой для подделки по-прежнему остается тысяча рублей. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, достаточно знать несколько простых правил. Поверхность денежной купюры должна быть слегка рельефной и шершавой. Если бумага гладкая, это должно насторожить. Стоит обратить внимание и на защитную нить. Специалисты уверены, что мошенникам не удалось в совершенстве овладеть технологией вваривания ее в бумагу. Герб Ярославля. При наклоне банкноты блестящая полоса перекатывается по гербу вверх или вниз. Защитная нить видна на лицевой стороне в окне фигурной формы. При наклоне банкноты в окне появляется радужное поле или число тысяча. Необходимо обращать внимание на водяные знаки. Специалисты уверяют, что на подлиннике видно неравномерное распределение тонов, а на фальшивках водный знак, как правило, однотонный и темнее, чем нужно. При обнаружении фальшивки действовать необходимо по закону. В противном случае можно стать соучастником. По статье 186 Уголовного кодекса России изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг наказывается крупным штрафом. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы с конфискацией имущества. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. При обнаружении у себя поддельной банкноты лучше сдать ее в отделение Сбербанка. Там специалисты проведут экспертизу. Настоящие денежные знаки должны вернуть, а фальшивые купюры уничтожить.